Сегодня в Черкесске вспоминали ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошла техногенная катастрофа. К памятнику на Одесском переулке пришли люди, которые 37 лет назад противостояли опасному атому. С некоторыми участниками тех событий пообщался Артур Макц. Если бы сейчас вам сказали, что надо ехать, потому что от этого зависит жизнь. Ну это же моя родина тогда. Кому-то же надо было это делать. Вот я и поехал. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Александр Стародубцев вспоминает первые дни, когда оказался в радиоактивной зоне. Он тогда проходил срочную службу в армии и поначалу не особо понимал, куда попал. Но, говорит, всё равно отправился бы туда, даже зная о последствиях для здоровья. Фёдор Гончаров имел куда больше представления о том, чем опасно разрушение реактора 4-го энергоблока. Там я находился 50 дней тоже. Ну ужасшаяся картина была. Радиация зашкаливала, так как я знакомый с химикоразведчиком. Самыми меньше это находили выбросы с третьего блока. Это полтора рентгена до 10-12 рентген было. Ежегодно 26 апреля в Черкесске около памятника ликвидаторам последствий техногенной катастрофы собираются люди, которые в 86-м всеми доступными способами пытались не допустить дальнейшего увеличения радиоактивной зоны. Для многих из них цена спасения миллионов жителей Европы оказалась очень высокой. Ведь тогда на борьбу с опасным атомом отправились в том числе не менее 1200 человек из Карачао-Черкесии. К сожалению, очень многих больших нет с нами. Светлая память им. В Чернобыле не свистели пули, не рвались снаряды, как в годы Великой Отечественной войны, как в Афганистане и в других горячих точках. Там был другой враг, невидимый, радиация. Он также убивал, калечил жизни и здоровье наших воинов. То, что ваш подвиг не имеет срока давности, я больше уверен в этом. И наша задача ежегодно и ежедневно напоминать нашим детям, внукам о том подвиге, который вы совершили. Многих из ликвидаторов последствий аварии уже нет в живых. Эти цветы к памятнику служат напоминанием о вкладе каждого участника тех событий в то, что много лет назад удалось предотвратить катастрофу значительно больших масштабов. Артур Мухце, Вести, Карачаево, Черкесия.